Собственно, когда мы описываем триггер, там мы пишем, если событие апдейт, а равно апдейт, тогда, например, поместить копию этой записи в журнал, написать, что добавлена такая-то запись. То есть, когда событие происходит, мы можем делать отказ, сказать, нам не нравятся эти данные, это баги. В триггере мы просто, база данных уже, мы, аппликейшн уже передал в базу данных, да, и база данных уже, когда ловит, у нее срабатывает триггер в начале. То, что там написал программист, происходит, он может сказать, нет, не берем данные, ну, посмотреть качество данных и сказать, данные неполноценные от винта. И вернуть, что запрос не отработал, данные не помещаются в таблицу. Либо сказать, хорошо, мы это принимаем, но еще в другую таблицу мы запишем, что ты у меня тут лазил в этой таблице, и все, в журнальчик записали. Вот, и все, это как бы пользователю, от этого все равно, там данные помещаются, оно, конечно, чуть медленнее может работать, но с другой стороны, это не настолько быстро все происходит, что... То есть обрабатывает каждое событие, срабатывает, где-то что-то происходит, он сразу срабатывает, обрабатывает в каждой таблице свои триггеры, свой набор, как бы, процедур и функции, которые используются. Вот, что на internship с обседом не спрашивали, спрашивали с location, стандартная задача, присоединить join и выбрать этот location через три таблицы, которые я показываю. Это спрашивали. Спрашивали еще более продвинутую задачу. Есть таблица, в которой ID и NAME. И вот ID уникальный, 1, 2, 3, 4, 5, а NAME пересекаются. NAME повторяются, да? Нужно вывести количество повторений для имен. Ну, допустим, результат там должен быть A2, B1, C1, D1. Такой результат должен быть. Вот такую задачку задавали. Как мы это можем посчитать? Мы можем просто сделать count, да? Нет, вот так вот. Select name, да? Здесь count, ну, ой, ничего я скажу. Count name опять. Перечисляем колонку. Здесь функцию передается только одно значение. Какое условие посчитать? Просто посчитать, сколько их количество. И здесь запятая. From table. Нет. Group условий никаких. Group by name. Он просто раз-раз-раз аккаунт посчитал, да? Это просто. Я сделал так. Я сделал не просто, но это будет работать, но когда у тебя миллион, несколько миллионов записей, он эти группировки, count, и пока там все это сделать. Я сделал через join. Так. Name. Ну, table там. Table. Нет. Table 2. Сейчас я забыл, как я сделал. А, ну, я точно так же. Count, на самом деле. Table. Name. А, ну, естественно, если они не повторяются, их не надо было выводить. Вот эти. Хотя, он, по-моему, съел бы и так, что их выводить. И я написал from. И вот здесь сделал так. Я сделал table. Как t. И table 2. Table. Как t. 2. Что я сделал? Я таблицу inner join саму к себе. Взял ее же, и вот здесь ее же запекачил. Просто inner join сделал. А вверх я указал table ID не равно table 2 ID. И table name равно table 2 name. Ну, и, соответственно, group by. Не знаю, групп by. Group by по table name. Что я получил? Я получил табличку. Результат запроса. В котором только не пересекающиеся. А, а. Все. 1. 3. Все, я вот такую табличку получил. И я уже group by сделал. Ну, и получил вот такой результат. Сложно, нет? Да. То есть я таблицу прицепил саму к себе. По тем же ID. Но условие, что у меня ID не совпадает. То есть я прицепил вот это к этому. Вот это к этому. Поэтому у меня две записи осталось. Эти уже ни к чему не цепляются, потому что у них нет дубля. И вот у меня осталось две строки всего. Ну, вот здесь, если прицепленные видеть, здесь будет третья прицепленная, здесь будет первая прицепленная. Сама к себе. Таблицу саму к себе прицепил. И сделал group by. У меня запрос отработает. Ну, чем больше таблица, тем быстрее он отработает. Потому что он пробежит по таблице и отсеет все ненужное. А потом это сгруппирует. А так он будет группировать весь миллион записей. И потом это фильтровать. И потом это фильтр настраивать, что там должно быть. Ну, мне нужно было только повторяющиеся. Я выявил только повторяющиеся. И этот парень, который мне это задал, он еще такой ожидал для меня первое решение. Он такой сел, сидит и читает, и не соображает. Что ж тут написано? Реально, он не ожидал просто такого видения. И, видимо, не знал этого решения. А вот запрос, ты сказал, чем-то чуть-чуть похож на массив. Нет. Запрос, ну, похож. Результат массив. Каким образом может пересечься вот с этой? Запрос не похож на массив. Результат запроса похож на массив. Вот результат запроса. Таблица. Таблица это массив. Вот это двумерный массив. Два измерения. Есть, бывает, треумерные массивы. Все знают, да? Ну, 3D, как он там? Вот так. Как он там 3D рисует? Ну, да. Ну, куб, короче. Кубик. 3D, понятно. Вот это треумерный массив. В четырехмерный, извините, нарисовать не могу. Не-не, хорошо. А в 1D можешь или 2D рей написать? Двумерный рей? Какой там самый такой? Вообще, вот, ну, это в C, например, так пишется. А что такое C? В C++ язык такой. Это мы так определяем, например, массив. Мы ему говорим интеджер, так 5, так 6. Все, вот, то есть он, вот так, ну, это что-то я сделал изрядно все. То есть на рисунке таблицу 5, так 6? Да, так 6. А, то есть это массив, результат запроса? Результат запроса это, по сути, массив. Но это не массив, он похож. Но мы не можем обратиться вот сюда, вот. Мы обращаемся построчно. Построчно, построчно. Вот это у нас 2D, да? Да. Спасибо. А как тогда 4D, спасибо? Ну, представь пространство временной континьюм. Это 3D-матриксы, что ли? 3D-это куб. Да. В базах данных есть такое понятие, как OLAB. Это, ну, короче, сейчас данных очень много. Ну, это просто уже трех, да, как бы. Данных очень много, они не структурированы. И чтобы получать какие-то отчеты, которые можно было разворачивать, поворачивать, как угодно смотреть в любых развертках данных твоей компании, да, все данные, которые есть, собирают в одну кучу. И вот собирают это в кубы. То есть вот можно так их посмотреть, в таком варианте, в таком. Куб это, ну, то есть это, ну, куб, стандартный куб, мы все представляем, да? То есть вот так он делится. Вот, да, это вот. Вот тут какие-то данные на пересечении, вот этой и этой. Но более того, он объемен. То есть у нас вот тут идут еще штуки, вот тут идут еще штуки, вот тут идут еще штуки. То есть мы не только в одном варианте на пересечении, покажи мне время и продажи, например, да? И мы смотрим, там в мае 5 штук продали, например, да? Вот. Мы можем еще пойти вглубь этого куба и сказать, что... Например, затраты на тот момент... Ну, это сложно затраты привязать, но как бы, ну, да, там себестоимость какая-нибудь. И исходя из чего-то там, себестоимость по отделам на вот эти продажи. И вот там где-то внутри, посерединке будет лежать значение, которое нам нужно. Ага, хорошо. То есть, а можем посмотреть время и себестоимость. И он друг всю эту себестоимость. Ну, то есть вот этот вот мы можем массив информации крутить, вертеть и получать данные каких хотим. Это сложно. Это умножение данных, это большой объем информации, большой объем памяти требуется. То есть мы, по сути, там, если 5 на 5 у нас, да, то это еще и на 5, там, перемножаем. А тебе какой вопрос задали собеседник? Нет, таких вопросов нет. А? По ERA, это вообще Java. Нет, подожди, мне массив он сказал.